Приветствую вас. Я думаю, совершенно очевидно, что эта ситуация вас чем-то задела. Я думаю, что эта ситуация как-то вас напрягла. Вопрос, конечно, заключается в том, чем она вас напрягла. Почему она вас напрягла? Потому что, ну, вот так, если говорить, не совсем понятно, чем вас это напрягает. Ну, конкретно, чем вас это напрягает. Вот. И нужно разобраться с тем, чем надо это напрягать. Вот. И разобравшись с этой историей, я полагаю, что можно было бы уже тогда делать какие-то выводы. Вот. Я могу просто предположить, например, что вам не хватает мужчин, и что вы хотели бы отношения. Вот. То есть, вот ключевой момент в том, что вам не хватает отношений. И вас это задевает. То есть, у кого-то отношения есть, да, у вас, соответственно, нет этих самых отношений. Вот. Вот. И, соответственно, поэтому вас это драгает. Вот. Ну, можно разобраться в том, например, для чего вам отношения нужны в принципе. Тогда, вот, можно этот момент поиследовать. И если мы этот момент опять же поиследуем, то выясните, выяснятся основные причины, по которым вас это раздражает. Вот. Такая вот история. В основном, в основном, в основном, это очень определенный вопрос. Возможно, здесь есть какие-то иные причины. Какие-то иные моменты, которые вас выделяют. Вот. Вот. Но, как правило, люди обращают внимание на проблемы других людей тогда, когда бегут от своих собственных проблем. Либо в проблемах других людей видят какие-то отголоски своих собственных проблем. И через эмоциональное проживание и эмоциональное отношение к проблемам джижик пытаются решить косвенным образом свои собственные. Правда, из этого, как правило, ничего не получается, но это уже совсем другая история. Вот. Такая вот парадигма получается. И вопрос, конечно, вопрос заключается в том, что вы хотите дальше с этим делать. То есть, будете ли вы разбираться в себе, почему вас это так задевает? Будете ли вы стараться исследовать свои собственные эмоции и чувства по данному вопросу или нет? Если да, то желательно поработать именно с ассоциативным вашим рядом. Я думаю, можно было бы выяснить основную причину, по которой вы испытываете вот, собственно, то, что испытываете. Такая вот история. Такой момент. Это то, что я могу вам ответить, это то, как я могу вам ответить. На этом все пока, что очень мало информации вы озабирали. Ну, кроме того, что считаете себя вправе оценивать то, что делают и то, как поступают другие люди. Хотя, такого права у вас, к сожалению, нет. Но, тем не менее, вы считаете, что можете так поступать. Я уж молчу про то, что никакого эффекта, никакого результата от этого нет и быть не может, в принципе. Я бы сказал, что у вас сильная такая оценивающая и сильная родительская позиция. То, что может, безусловно, затруднять ваше взаимодействие с людьми и способность к реализации того, что хочется именно вам. На этом все. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.